12 апреля 1961 года Гагарину после приземления была сделана фотоаппарат Синит-С Красногорского завода оптических приборов Круто, правда? Фотолюбитель случайно встретил в поле космонавта Завод имени Зверева уважает фотографов-охотников Для них был выпущен супераппарат Приклад, ствол, фоторужье Неизаменимое, чтобы, например, вдалеке заснять птицу или зверя в их естественной среде Клинофокусное Фотоаппарат – хитрая система Он должен быть легким, быстро включаться и иметь удобное расположение кнопок Что еще нужно, чтобы фотографам было удобнее работать? А пусть фотоаппарат будет складной Получился объектив с переменным фокусным расстоянием Туристы и журналисты снимают всегда и везде Или почти везде Для этих смелых ребят на заводе изобрели зеркальный малоформатный фотоаппарат Зенит с пентапризменным видоискателем Да, выговорит не каждый Но аппарат этот стал самым массовым зеркальным фотоаппаратом в мире Именно зенитом были сделаны первые снимки только что поделившегося Юрия Гагарина Кстати, съемка взлет его ракеты также велась с помощью аппаратуры Красногорского завода Таким аппаратищем, который вращался в разные стороны Линзы в нем располагались так, что в любом положении на снимках не было бликов Нельзя же сказать, Юрий Алексеевич, запуститесь, пожалуйста, снова и переснимем Каждый год Красногорский завод выпускает новую фототехнику Только на московском салоне «Архимед-2021» он удостоился сразу двух золотых и серебряных медалей Фотоснимок – это история И завод имени Звирева своей работой пишет историю страны и мира А сколько таких аппаратов еще будет? Увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok